Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о шведском одномоторном многоцелевом истребителе четвертого поколения JAS-39 Gripen, выполненном по форме утка со средним крылом, который производится, как вы понимаете, с названия шведской компании Saab AB. А если быть точнее, то Gripen был разработан промышленным консорциумом, состоящим из Saab, Saab Microwave Systems, Volvo Aero Corporation, Saab Aviatronics и FAV Aerotech. Также Saab и Biosystems создали совместное предприятие под названием Gripen International для продажи JAS-39 Gripen на зарубежных рынках. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, это делает наш контент лучше. Let's burn! Давайте начнем с названия, потому что тут есть свои нюансы и вещи, которые в разных источниках трактуются по-своему. Gripen со шведского означает грифон. Обозначение JAS, в дальнейшем буду называть это JAS, расшифровывается по-разному. JAKT – истребитель, атак – штурмовик, SPANNING – разведчик. Это если не дословно, а в контексте целей данного истребителя. А если дословно переводить со шведского, то это означает JAKT – ATTACK – OH SPANNING, что переводится как охота, атака и разведка. Разработка Gripen началась в 1979 году. В результате решения шведского правительства разработать свой собственный истребитель, который бы заменил другие реактивные истребители – Дракен и Виген. Швеция была одной из самых маленьких стран в мире, в которых аэрокосмическая промышленность была достаточно развита, чтобы создать подобный истребитель, который мог бы составить конкуренцию американской промышленности. По сути, для общего понимания, разработка Gripen стала результатом появления и разработки таких истребителей четвертого поколения, как F-14, F-15, F-16, F-A-18, МиГ-29 и Су-27. В этот период уже некоторые были разработаны, а некоторые только разрабатывались. Но, как вы понимаете, в этой сфере все все знают. Шведы учли все уроки по созданию и характеристикам этих истребителей, чтобы разработать свою версию, которая была бы не хуже, выше названных. И тут надо понимать, что Gripen не стал малозаметным истребителем. Имеется в виду летные характеристики, конечно же. Шведы от этого отошли, потому что это могло бы увеличить затраты на создание данного истребителя, ну и в итоге бы покупатель потенциальный тратил бы больше денег. Поэтому была клиентоориентированность, чтобы по бюджету его могли купить. Давайте я сразу же поясню насчет модификаций Jazz 39 Gripen, чтобы можно было о нем рассказывать в целом, в контексте модификаций и в контексте цены и сравнительных характеристик, чтобы у вас была общая картина. Итак, базовая модификация это Jazz 39A. Это одноместная версия Gripen. Также была доступна двухместная учебно-боевая версия Gripen Jazz 39B, но она оставалась только для использования в учебных центрах ВВС Швеции. Истребитель Jazz 39B оснащен тем же комплектом авионики и вооружения, что и Jazz 39A, за исключением, конечно же, пушки. Про вооружение я позже отдельно еще расскажу. Следующая версия это Jazz 39C. Это третий вариант данного самолета. Одноместный, стандартный экспортный вариант. Впервые поставленный ВВС Швеции в сентябре 2002 года. Модификацию Jazz 39C оснастили возможностью дозаправки в воздухе. Отличается от предыдущих моделей обновленным комплектом авионики, возможностью нести больше и разнообразней боеприпасов. Jazz 39D. Это четвертый вариант данного истребителя. По сути, это двухместная версия Jazz 39C. И стоит сказать, что сейчас на вооружении Швеции и в эксплуатации других стран стоят именно последние две версии – Jazz 39C и Jazz 39D. Еще одна модификация – это Jazz 39NG. Это модернизированная версия Jazz 39C с улучшенным двигателем, улучшенной бортовой радиолокационной станцией, возможностью переносить больше полезной нагрузки и две дополнительные точки подвески. И современная модификация – Jazz 39E. О ней я расскажу более детально ближе к концу ролика, потому что она заслуживает отдельного внимания своими улучшениями и наворотами. В общем, вот такие вот модификации. В контексте них я буду вам рассказывать о данном истребителе. И еще закончу с ценой. По некоторым расчетам, в зависимости от модификации, стоимость одного истребителя Jazz 39Grippen составляет от 30 до 60 миллионов долларов. Заявляют, что он имеет самую низкую стоимость одного полета, по сравнению со всеми существующими истребителями данного класса. Но это не касается модификации Jazz 39E, потому что стоимость данной модификации оценивают примерно в 150 миллионов долларов за единицу. И оказывается, что он стоит дороже, чем F-35. И честно говоря, многих такая цена на него очень удивляет. Это крайне дорого. Но вернемся к истории и характеристикам Jazz 39 Grippen. Самолет впервые поднялся в воздух в декабре 1988 года. Потом была череда испытаний, падений, несчастных случаев, которые угрожали программе и в результате доработки. В итоге рабочая версия поднялась в воздух в 1996 году. Ну а полноценно на вооружение он поступил в ВВС Швеции в 1997 году. На сегодняшний день построено 306 самолетов Grippen, 10 из которых потеряно в результате различных аварий. Grippen имеет репутацию удобного для пилота самолета, с удобными дисплеями и относительно простым интерфейсом. Что касается летальности, то Grippen был первым истребителем в мире, который мог нести ракеты Метеор класса воздух-воздух. Судите сами, модификация Jazz 39C может нести 4 ракеты Метеор, а современная Jazz 39E – аж целых 7. Я вначале говорил, что он выполнен в форме утка. Разработчики заявляют о его маневренности. Данная конструкция, как и в случае с Dassault Rafale, с которым его часто сравнивают, дают свои плюсы, однако дают и свои минусы. Grippen – статически нестабильный самолет. Поясню это. Его аэродинамический фокус смещен назад, от центра масс. Такая компоновка повышает маневренность самолета. Но, во время полета с большими перегрузками, есть большая вероятность, что он может достигнуть критических режимов и просто развалиться. Про большие перегрузки здесь имеется в виду 9G. Понятное дело, что для него есть потолок высот, но все же. Если сравнить с другими истребителями его класса, то тут есть свои минусы. Имею в виду у Grippina, конечно же. Это учли в последней модификации Jazz 39E. На него установлена усовершенствованная система управления полетом, которая представляет собой тройную цифровую электродистанционную систему от компаний BioAstronix и Lockheed Martin, которая позволяет сохранить управление самолетом во время интенсивных маневров с большими перегрузками. Часть разработки Grippen включала возможность работы данного истребителя в экстремальных условиях. Это касается и взлетной полосы, и погоды. В особо холодную погоду самолет довольно быстро можно поднять в воздух после сравнительно короткого прогрева вспомогательной силовой установки. Даже в сложных грунтовых условиях взлет и посадка не представляют большой проблемы, если это опытный пилот. Даже зимой для взлета и посадки достаточно импровизированных трасс, автомагистралей или грунтовых дорог. Также он очень надежен и прост в обслуживании. В салоне установлен электронный экран Saab Avitronics EP-17, который состоит из трех многофункциональных дисплеев. Тактические данные, наложенные на компьютерную карту, отображаются на центральном экране на лобовом стекле. Левые и правые дисплеи показывают параметры полета и данные о целях. Насчет утки и оперения. Grippen оснащен передним горизонтальным оперением, что дает ему возможность более качественно осуществлять взлет и посадку. Но в этом есть и свои минусы. Оперение увеличивает радиолокационную видимость самолета. И что еще в нем предусмотрели? Если вдруг электронная система управления отказывает во время полета и включается резервное, переднее горизонтальное оперение сбрасывается. И благодаря аэродинамической схеме Grippen'а самолет автоматически выравнивается. Самолет также оснащен передатчиками и приемниками VHF и UHF WhatsApp Avitronics, а также системой идентификации свой-чужой Thales TSC-2000. Канал передачи данных воздух-воздух позволяет в режиме реального времени обмениваться тактическими данными внутри и между взаимодействующими авиационными подразделениями. Grippen оснащен двигателем Volvo Aero RM12. Цифровая система управления двигателем автоматически следит за его параметрами и при необходимости активирует резервные системы. Система мониторинга состояния записывает полетные данные. Говоря о двигателе, давайте я сразу скажу о летных характеристиках, чтобы закрыть этот вопрос. Grippen может лететь с максимальной скоростью 2130 км в час. Если мы говорим про последнюю модификацию 39E, то максимальная скорость составляет 2470 км в час. Боевой радиус и дальность полета самолета составляют 700 км и 3200 км соответственно. Его практический потолок составляет 15240 метров. И я говорил, что в тех моделях, которые сейчас используются, возможно дозаправка в воздухе. И тут тоже надо понимать, что более длительное время полета достигается за счет дозаправки в воздухе и приводит к тому, что пилоту элементарно требуется больший запас кислорода. И для этого еще дополнительно была установлена бортовая система генерации кислорода. Grippen оснащен радиолокационной станцией PS-05A. Данная RLS имеет плоскую антенную решетку с механическим сканированием и состоит из четырех модулей, которые можно поменять за 30 минут. PS-05A может определять цели на расстоянии в 120 км. Это касается воздушных целей. Наземные цели радар определяет на расстоянии в 70 км. Он определяет цели даже в плохих погодных условиях. Одновременно может определять Grippen до 10 воздушных целей. И одновременно поражать до 4, даже при том, что они находятся вне зоны прямой видимости. Я напомню, что Grippen способен не только поражать цели, а и проводить разведку. Именно поэтому его оснастили таким радаром. Что еще учли разработчики в контексте радара и двигателя, так это то, что они имеют модульные конструкции. А это означает, что их довольно легко модернизировать, даже если все остальное остается тем же. Напомню, что одним из принципов разработки была доступность в цене для экспорта. А клиенты, как вы понимаете, иногда бывают прихотливыми. Знаю, что многих из вас интересует вопрос, могут ли его сбить. Это ведь истребители, и системы ПВО на то и разрабатываются, чтобы сбивать истребители в том числе. А для того, чтобы, так сказать, защищаться от ПВО, Grippen оснастили системой радиоэлектронной борьбы EWS-39. Собственно, EWS так и расшифровывается. Данная система состоит из приемника, который оповещает о радиолокационном излучении, станции создания активных помех и автоматического прибора для отстрела тепловых ловушек. Авионика у Grippen полностью интегрирована в единый комплекс на основе цифровой базы данных MIL-STD-1553B. Это позволяет пилоту получать информацию сразу же из трех источников – бортовых датчиков, системы связи и канала передачи данных. Дальность действия системы составляет 500 километров. А если использовать еще и воздушные самолеты-ретрансляторы, то дальность увеличивается. Ну и, понятное дело, самолет оснащен системой защиты от помех. Это все дает Grippin'у отличную возможность одновременно вести наблюдения, осуществлять атаку на цели и передавать необходимую информацию. Но тут также все зависит от умения пилота. Кстати, на сайте SAP и в других источниках есть информация, как проходят тренировки пилотов для полета на Grippin'е. Кому интересно, рекомендую найти и ознакомиться. Это очень интересная информация. Естественно, на шведском и английском языках. В длину одноместный Grippin' 14,1 метра, а двухместный вариант в длину 14,8 метра. Высоту 4,5 метра. Размах крыла 8,4 метра. Пустой самолет весит 5670 килограмм. Версия JAS-39C весит уже 6800 килограмм. JAS-39D весит 7100 килограмм. Максимальный взлетный вес составляет 14000 килограмм. Объем топливного бака 2400 литров. JAS-39 Grippin имеет 7 точек подвески. И это касается модификации C и D. Модификации E и ее двухместная версия F уже имеют 10 точек подвески. Может нести Grippin ракеты класса «Воздух-воздух» MBDA Mika, AIM-120B Amraam и Sidewinder AIM-9L. А также ракета большой дальности Saaba Force MBDA Tuurus KEPD 350 с дальностью полета 350 километров прошла успешно летные испытания на Grippin. Ракеты класса «Воздух-поверхность» включают противокорабельную ракету Saab RBS-15F с радиолокационным наведением и ракету Raytheon Maverick. Также могут нести Grippin и ракеты класса «Воздух-воздух» малой дальности. DLBGT Defense Iris-T, на которую я делал уже обзор и он есть на канале, ссылка в описании. И также может Grippin нести ракету класса «Воздух-воздух» MBDA Meteor, о которой я уже говорил. Но раз мы говорим про вооружение, то стоит здесь это повторить. Если говорить про бомбы, то Grippin может нести бомбы GBU-49P V2 и GBU-12P V2. Как я и говорил, я отдельно остановлюсь на модификации Grippin Jazz 39E, которая была значительно улучшена по сравнению со своими предшественниками. Чтобы вы понимали, планирует в САП эксплуатировать Jazz 39E до 2040 года. Поэтому и улучшения вносят в модификацию такие, чтобы к этому времени истребитель, если устареет, то все равно оставался бы конкурентным. Grippin E оснастили более мощным двигателем GE F414G, что обеспечило ему большую дальность полета и повышенную скорость. У данной модификации 10 точек подвески, а не 7. Он также имеет новый радар AESA, инфракрасную систему поиска и слежения и высокотехнологические системы радиоэлектронной борьбы и связи. Также данную модификацию оснастили новой системой авионики, которая позволяет обновлять программное обеспечение в течение нескольких часов. Если говорить понятным языком, а не сугубо языком терминов и цифр, что поменялось в модификации Jazz 39E в сравнении C и D. Grippin стал длиннее и шире. Увеличили топливный бак, что увеличило дальность полета и выносливость истребителя. Двигатель стал примерно на 20% мощнее, чем у предыдущих версий. Установили новый интерфейс для пилота. Он стал еще более интерактивным. Установили систему IRST. Это система пассивного обнаружения объектов по их тепловым сигнатурам, без, например, использования радара и срабатывания радиолокационного предупреждения противника. На Jazz 39E установлена теперь RLS с активной фазовой антенной решеткой Raven ES05. Она состоит из тысячи приемно-передающих модулей, и в случае выхода из строя одного или нескольких, это никак не повлияет на работу. Эта RLS имеет большую дальность определения целей, чем предыдущие, плюс она дешевле в эксплуатации. Jazz 39E также оснащен инфракрасной системой поиска и слежения за целями Skyward G. И, что важно, она позволяет также отслеживать самолеты-невидимки. Что ж, вот он такой шведский истребитель Jazz 39 Gripen. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным, поэтому не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok